добрый день с вами юридическая клиника онлайн я адвокат андрей савицкий на сегодняшний день юридическую клиника онлайн поступает ряд обращений в связи со взысканием кредитной задолженности а также с параллельным фактическим одновременным взысканием ипотечного имущества сейчас имеется целая практика по искам ипотека держателям кредитора фактически в суд с целью обращения взыскания на предмет ипотеки для удовлетворения своих требований по основному кредитному договору или обеспечить обеспеченному обязательству таким обращением и и фактически кредиторы пока держатель пытается через судебные решения заставить должника передать ему в собственность предмет ипотеки имущество предоставленная но фактически ипотекодержателем в качестве обеспечения основного кредитного договора но такая ситуация когда вследствие фактически недопорядочности некоторых кредиторов такие действия могут применяться для осуществления двойного взыскания с должника как кредитного обязательства такие имущества при нарушении должником основного или обеспечить обязательства кредитор может обратиться суд с иском по нарушению должником основного обязательства и получить обеспеченную судебным решением выплату задолженности естественно по кредитному договору там задолженности пении штрафов и так далее после получения такого решения он имеет право обратиться с фактически взысканием на предмет ипотеки аргументируя это тем что имеется у него права на удовлетворение требований кредитора по обеспечительным обязательствам основываясь на анализе постановления верховного суда украины от 18 9 2018 года по делу 107 дробь 15 можно прийти к следующим выводам суд может одновременно обратиться взыскание на предмет ипотеки взыскать сумму же до задолженности по кредитному договору только в пределах не погашенной требованием кредитора по основному обязательству с указанием в решении суммы задолженности по кредитному договору фактически положением части 4 статьи 36 закона украины об ипотеке дает фактически это норма нам дает понять что в случае обращения взыскания на предмет ипотеки в несудебном порядке кредитор лишается возможности обратиться взыскание на непогашенную часть задолженности по основному обязательству к тому же фактически к тому же в постановлении о 27 0 9 2018 года по делу 23 408 дробь 17 верховного суда украины верховный суд отметил что в избежание двойного взыскания должник который погасил задолженность по основному обязательству вправе обратиться в суд заявлением в порядке предусмотрены статьи 432 гпк украины или 328 гпк украины признать исполнительный документ таким что не подлежит фактическую исполнению мы можем сделать выводы что законодательство не исключает теоретической возможности на добросовестных кредиторах осуществить попытки относительно наложения фактически на должников двойного взыскания но придерживается в принципе придерживаться позиции невозможности осуществлять фактически двойного взыскания в случае обращения взыскания как по практически как по основному так и по обеспечительному обязательствам поэтому при При наличии бдительности, понимании процессов и качественной правовой помощи можно избежать нежелательных последствий двойного взыскания, как по основному кредитному обязательству, так и обеспеченному обязательству, то есть договору ипотеки, который прилагается к данному кредитному договору. Не лишним в этой теме будет вспомнить, что, принимая во внимание обстоятельства 2013-2014 годов, законодатель принял от 3 июня 2014 года закон Украины о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленных в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, который запрещает отчуждать имущество, пользу ипотекодержателя именно в вышеупомянутых обязательствах, то есть фактически по, если договор заключен в валюте, то нельзя будет взыскивать. Этот мораторий действует и сейчас, но это не мешает некоторым субъектам пренебрегать законодательством Украины и пытаться найти обходные пути, чтобы забрать в свою собственность такое имущество, которое находится в залоге. На данный момент мораторий распространяется только на ипотечное имущество по кредитным договорам, заключенным только в иностранной валюте, фактически. Поэтому будьте бдительны и знайте свои права. С вами была юридическая клиника онлайн и я адвокат Андрей Савицкий. Спасибо.